Это уже кто-то из российских военкоров, видимо, сообщает. Итак, на данное утро, утро сегодня, украинские вооруженные силы заняли следующие населенные пункты Курской области. Дарьяна, Свердликова, Гоголевка и Гончаровка. Четыре. Помните, когда россияне берут какое-нибудь село очередное в Донецкой области, то это же прямо события мирового масштаба, они отчитываются Шойгу, ну сейчас уже не Шойгу, а Белоусов идет докладывать Путину, а у нас четыре села за сутки, четыре за сутки, мы до этого еще доберемся. Кстати, там были и мелькали и другие названия, но Дарьяна, Свердликова, Гоголевка, Гончаровка, это уже точно взято украинцем. В суд же эвакуируются медицинские учреждения. А вот тут хорошая история. Из-за высокой плотности вражеского ПВО российская авиация не может работать, как вчера. То есть вчера они пытались нас бомбить, но мы зашли туда вместе с ПВО собственным, с фронтовым ПВО, и теперь уже самолеты не могут подлетать и бомбить наши позиции, где наши окапываются, строят блиндажи и так далее. Ну, видимо, используя, естественно, российские блиндажи. Вот более подробности. Вражеские силы Украины продвинулись на более чем 10 километров вглубь России, до населенных пунктов Леонидова и Александрии преодолены две линии обороны, третьей линии обороны нет. Ну, Маргарита Симоньян, естественно, сказала, снарядов нет, но вы держитесь. Куряне не знаю, что тут еще можно сказать, кроме того, что молимся за вас, за силу нашей армии, за то, чтобы утром встать и все целы, и все целы. Ну, молитесь, Маргарита, молитесь. Вам недолго осталось молиться. Но на самом-то деле, конечно, единственный способ на сегодня кто-то делает с украинской армией, это вот начать воевать как здесь, как в Украине. То есть кабы, все вот эти дела, то есть рушить Россию всю, сносить Россию с лица. Если мы войдем в Суджу, то они будут рушить свою Суджу. Войдем в Курск, они будут сносить Курск. Войдем в Курчатов, они будут бомбами сносить Курчатов. Правильно? Ну, это отличный, я считаю, вариант. Это просто блестящий вариант того, что может на сегодняшний день происходить. Всю ночь работала авиация и беспилотники. Господи, так. А, это их авиация, не наша. Их авиация и беспилотники. Уничтожали скопления противника, то есть наши скопления. Враг на контролируемых территориях развертывает логистику, подвозит ГСМ, боеприпасы. То есть это серьезная войсковая операция. Это не рейд одноразовый по тылам. Это мы решили занять их территорию. Судя по открытым источникам, регулярные войска Украины присутствуют на глубину до 15 километров. Ширина фронта 10-11. Но я вам скажу, что это вот все наше контрнаступление прошлого года в Запорожской области. Вот там вот такое было. Ширина фронта была 10 километров, а глубина, ну, как раз примерно 15. Ну, плюс-минус. Плюс-минус так же было. То есть вот то, что мы сделали тогда, мы сейчас сделали просто в Курской области. Почему мы сделали в Курской области, знаете? Так там проще, там обороны не оказалось. У них вся армия в Украине находится, вся российская армия. А там вон бегают в рваных майках Кельвин Кляйн. Ну, как вам таких не напасть на ловов, правильно? Ну, конечно, там не одни лови. И, конечно, нашим там тяжело. И наши, конечно, герои ВСУ. Надо верить ВСУ и молиться за наших людей, которые там сейчас это делают. Это адски тяжелый труд. Адски тяжелый героизм, настоящий. Брать в Курск – это настоящий героизм. Ну, конечно. ВСУ присутствовали по состоянию на вечер, прошлый вечер. И дальше пересписок сел. Любимовка, Обуховка, Покровская, Зеленый шлях, Толстый луг. Луг, не луг, а луга. Ну, хотя какая разница. Нижний клин. Не клин, а клин. Толстый луг, снова Толстый луг у них два раза. Ладно. Николаева-Дарьина – это одно село. Просто Дарьина – это другое село. Свердликово-Лебедевка. Всего 11 населенных пунктов. Но это они Толстый луг два раза посчитали. Вот так. И вот дальше вопрос. Дальше вопрос. Возникает у меня философский. Основной вопрос сегодняшней философии. А что дальше? Вот помните Репке? Не тот, которого бабка за детку, детка за Репке. Нет. А Репке немецкий военный эксперт. Который на прошлой неделе всех нас напугал. Или на этой уже. Тем, что такими темпами россияне за два года дойдут до Киева. Он почему так написал? Мы с вами разбирали этот кейс. Что за неделю россияне продвинулись там местами, каких-то отрывков где-то на Донбассе на пять километров. И поэтому, дескать, все. За два года до Киева. Сказал Репке. Давайте мы теперь так посчитаем. По методу метод Репке. Метод Репке. Значит, мы продвинулись наши войска на 15 километров. Ширина фронта 10-11. Но это как россияне. Только россияне на 5, а мы на 15. Смотрим город Москва. Москва. Я ввожу сейчас специально в поиск. Есть такой город? А, да. Есть город Москва. Действительно на карте. Надо же. Google Maps еще не убрал. Не убрал со своих карт Москву. А пора мы уже. Мы ее потом снесем. Поздно будет убирать. Правильно? Значит, Москва. Откуда мы едем? Из Суджи. Суджа. Москва. Ну, на машине от Суджи до Москвы 625 километров. 625 километров. Значит, если по 15 километров за сутки продвигаться, то по методу Репке, это не правда то, что я сейчас скажу, это метод Репке, то это 43 дня. 43 дня. То есть, если сегодня 7 августа, 7, значит, 6 сентября, 16 сентября, 19 сентября мы будем в Москве. 19 сентября ВСУ таким темпом дойдут до Москвы. Вот вам и метод Репке. Понятно, что это не так, потому что, конечно, такой прорыв нельзя делать каждый день. Он был хорошо подготовлен. Ну, и второй, надо проводить референдум. Ну, посмотрите, уже 11 сел под нашим контролем. Еще сейчас Суджи возьмем. Суджи объявить новой столицей Курского региона, Курской области, в составе Украины, естественно. Провести референдум, сказать, все, извините, у нас теперь вот Суджи. Ну, это шутки. Нам не надо этого делать. Это просто нам хочется так попрекалываться и отомстить россиянам. Нам не надо так делать. Нам надо соблюдать международное законодательство. Все, что мы зашли в Российскую Федерацию, естественно, это полное соблюдение международных законов, потому что вся территория Российской Федерации является зоной боевых действий. Так как Россия агрессор, Россия на нас напала, то вот Украина и Россия, вся территория зона боевых действий. И не дай бог какой-нибудь, если вы услышите, что какой-нибудь российский обозреватель, или политолог, или еще какой-нибудь, скажет, что, дескать, это там нарушение чего-нибудь, сразу шлите взад. Просто взад. Как один сказал, я помню, что, когда мы убили Татарского на Васильевском острове, он сказал, как нельзя же в центре города взрывать. Можно. Мы убили военнослужащего Российской Федерации, господина Татарского. И это можно делать на Васильевском острове, да, в кафе в городе Санкт-Петербурге. Это разрешено правилами ведения войны, так как никто больше не погиб. Редактор субтитров А.Семкин